Продолжаем наш эфир, говорим в Дороге тысячелетия сегодня об археологической карте Абакана, то есть это такой небольшой цикл у нас получился, то есть я и Вячеслав Александрович Минор, наш нынешний гость, историк-археолог, то есть человек, с которым вот этот час обещают пробрететь незаметно, я всегда об этом говорю в конце эфира, но в данном случае говорю в начале, потому что тема такая интересная, в том плане, что мы начали говорить, мы говорили о археологических памятниках жилого района Гавы, говорили о Согре, затрагивая так или иначе не только археология, истории, краеведческие такие аспекты, Согра, Красный Абакан и так или иначе добрались до центральной части. Центральная часть города это то, где у нас возник современный, берет начало, наверное, современный Абакан, то есть если мы уже говорили, что есть село Ось-Абаканское, есть район станции Абакан, железнодорожная станция Абакан и есть такой административный центр, где, собственно говоря, возникают те самые здания, которые вместили в себя, сначала вместили какие-то административные, то есть окружные, уездные, областные учреждения власти, а затем, собственно говоря, начали обживаться и люди, которые работали в этих учреждениях. Вот. И мы говорим о том, что эти районы, судя по всему, были достаточно давно освоены людьми, то есть мы говорили о том, что на месте нынешнего детского парка Орленок было озеро Игир-Обакуль, да, Игир-Обакуль, озеро Кривого Извояния, наверное, так, или Кривого Обелиска, об этом мы говорили в прошлый раз. Вот. И наметили такую тему, что, в принципе-то, мы рассказали почти обо всем, кроме, кроме такого пласта, наверное, памятников Таштыкской эпохи. Вот интересно, просто я вот посмотрел на сегодняшний день, ну, наверное, на сегодняшний день, может быть, и уже дополнение требуется, какие-то поправки, в том числе о том памятнике, о котором будем говорить сегодня. У нас такая есть, ну, одна из настольных монографий, наверное, да, то есть Таштыкская эпоха Эльги Борисовны Водецкой. Там интересно о памятниках Абакана, то есть именно долины реки Абакан, то, что относится к нам. Вот оно и указано в качестве Таштыкской памятники, раскопанной, изученной, исследованной на территории современного Абакана, это баканского права, раскопки 1898-1999 годов Александра Васильевича Дрианова, ну, то мы так или иначе затрагивали, когда речь шла у нас о гаване. Следующий памятник у нее называется Откнин, видимо, по учетам, или Откнин, все-таки, да, Улук. Вот, здесь тоже раскопки Таштыкских могил, и самое интересное мне описание, вот смотри, у нее так написано, видимо, она брала за основу отчета, который, вот отчет Гера Мерхарта, 20-й год раскопки, 30-й год Владимира Корцова, дальше Левашова, 38-й год, и описывается вот этот участок, то есть, вот эта территория, да, Откнин, так называемый памятник, он, видимо, так не будет фигурировать, наверное, в большинстве описаний, но раз Ольга Борисовна так написала, видимо, как-то ссылаться будем, причем с О, Откнин, видимо, в скобочках был Откнин писать, чтобы, как говорится, поскольку нам здесь виднее немножко. Вот, левый берег реки Абакан, по южную сторону, железной дороги Ачинска-Бакан, между станцией Абакан и Улсом-Откнин. В 38-м году это участок между нефтебазой и элеватором, то есть, в принципе, участок, который тоже, наверное, надо будет как-нибудь затронуть, да, посмотреть, что там, рассказать, то есть, для себя, как пометочку дела. И вот, следующий памятник, это вот третий буквально, называется у нее просто Абакан. Как я понял, это в центре города, на нескольких улицах, суммировала, она, так скажем, объединила раскопки разных лет. То есть, про раскопки Альберта Николаевича Рибского мы рассказывали в прошлый раз. Вот, а сегодня поговорим, наверное, это Абакан-8? Да, я думаю, что самое, как бы, знаковое, конечно, событие, это раскопки на могильнике Абакан-8. Потому что, да, он более подробно раскопан, практически, наверное, процентов на 60-70, это для археологии уже очень много считается. То есть, вот этого памятника в Сыводе, в Одесской, не упомянуто. То есть, в принципе, как бы, может быть, он подразумевался у нее вот в разделе, вот в объемном памятнике Абакан-8, потому что она, говорит, одна из наиболее заметных, там, то есть, таких могил, это могила Знатина, улица Советская. Ну, то есть, и все. То есть, в принципе, как, то есть, Липский как раскопал, то есть, как опубликовал в начале 50-х, 50-х годов материалы своих раскопок. Так, собственно говоря, вот теперь только вот уже и, собственно говоря, мы подбираемся. То есть, вот этот склеп, да, то есть, я был, видел, то есть, ну, как бы, Слава подсказывает очевидец событий. Ну, я немножко просто поясню, что сейчас все памятники в Абакане, и они стандартизированы, и им это название Абакан под определенными цифрами. Один, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. До уважаемого Алексея Абакан-24. Поэтому, да, получается, что сейчас у памятников на территории города Абакан два названия есть. Это старое название, которое давали авторы раскопок, и новое название, которое дали в свое время еще в Министерстве культуры, сейчас все названия фигурируют в инспекции по хранению культурного наследия. Вот, скажем, памятник Абакан-8 я начал копать, как национальный банк. Позже он был уже, как бы, в эту таблицу введен и назывался теперь Абакан-8. То есть, поясняю, то, что в Одесской номера, там, Абакан такой-то, такой-то, это немножко не совпадает с тем, что сейчас. Вот эти вот моменты, да, то есть надо проверять современные карты, если, допустим, она написана в нефтебазе, то это какой-нибудь Абакан, там, не знаю, там, чего-нибудь. Да, сейчас в открытом доступе эти границы объектов есть, поэтому в интернете это несложно. Насколько я знаю, в правиле взяли пользование застройки, то есть отмечаются эти моменты, то есть как раз, просто смотрел по документам, что-то вот буквально с какой-то еще границы еще одного объекта культурного наследия тоже будут доноситься. Ну, последнее, сколько я знаю, самое свежее. У нас границы расширились на Согре, на Нижней Согре. В прошлом году там были разведка, шурфы были. И археологи поселяя Зубков тоже начинали границы вот этих как раз объектов на территории как раз берега озера Игера-Абакуль, то есть Абакан-8, 7 и так далее, 6 там. Так что это будет постоянно двигаться, потому что, как мы уже говорили много раз, город, он специфический для археологии, потому что под асфальтом не видно, что находится. Это постоянно будет двигаться. Ты знаешь, что мы говорим, да, об этом постоянно говорят археологи. Я тут буквально в Одесску очередной раз перелистывал книгу «Археологические памятники в степях Среднего Енисея» 86-й год и наткнулся буквально на фразу про окуниевскую культуру. То есть выделена была сравнительно поздно, целая такая эпопея с её выделением. И буквально нам, говорит, повезло в тот год выжженной степь, и только благодаря этому мы увидели чертания каких-то оград. Это могильный черновая. Стояла высокая трава, и их не видно. А тут удалось. А почему речь-то, да? Да, это знаковая могильная черновая, по которой Глеб Александрович Максименко вкрас и выделил окуниевскую культуру. Да, то есть вот здесь такая же точная ситуация, здесь только ещё и тем, что культурный слой, в принципе, как бы на территории любого населённого пункта нарастает с разной степенью интенсивности, да. Но мы знаем, что вот этот раз уж мы говорили о том, что в этом месте как раз на берегу, рядом с Орлёнком, да, у нас тысяча мелочей, в принципе, как бы это магазин тысяча мелочей, то есть вот этот район, то есть это почта центральная и так далее, то есть этот район, в принципе, как бы хорошо осваивался, плотно осваивался, застраивался, то есть, в принципе, как бы, поэтому если там что-то и было видно в начале 30-х годов, да, то есть потом время всё это скрыло. Да, надо учитывать, что Абакан, грунт в Абакане сам по себе довольно подвижный, поэтому очень часто делались подсыпки. Вот, скажем, на том же памятнике Абакан-8 и на памятнике Абакан-7, в котором мне тоже довелось полчаса в раскопках, там довольно большой слой сверху техногенной подсыпки, так называемой, и поэтому даже если что-то и видно было изначально, то потом, скажем, до полуметра, даже до метра где-то подсыпали, грунт, галичник подсыпали, потом сами жильцы этих бараков высыпали золу, шлаки угольные высыпали, мусор высыпали, и как бы слой довольно быстро нарастал. Ну, то есть мы об этом, кстати, говорили со Славой, момент такой интересный, Почему? То есть с этим раньше не сталкивались, такой проблемы не было, да? У нас все-таки фундаменты домов-то, они не глубокие были, да? Да, до 0,8 метра примерно. То есть, по сути дела, могли не дойти до этого слоя. Если доходили, то вот, Слава, как раз ты рассказывал, да, копать, как погреба брались копать, да? То есть только тогда. Да, вот скажем, да. Вот тоже Абакан-8, Национальный банк, вспомним. Вот снесли, когда здание банка старое, которое первое здание банка, там только небольшая яма была выкопана под котельную, под кочегарку. Остальное все непотревожный грунт был. И в нем мы нашли 27 погребений разных эпох. Это вот практически по периметру здания. То есть, контурный, где-то 0,8 на 0,8 толщина ленточного фундамента, из плетника, а остальное все под банком, как законсервировано было. Если бы, скажем, как сейчас копался бы сначала котлован, потом бы строился подвал какой-то по гребатам или прочее там, то само собой ничего не сохранилось бы. Да, нулевой цикл бы выводился. Тогда такого не было. Тогда просто в ральную поверхность копали в ней траншеи по периметру здания, выкладывали фундамент и сверху строился здание. Ну, так просто это не территория банка. Дешево, сердито. Да. И так во многих зданиях старых. И нет подвала, там практически везде можно идти, как археология старой части. Мне рассказывали жители, что прямо в домах, вот эти, которые банки снесены были, как раз возле национального банка, прямо в домах они копали погреба и натыкались на скелеты разных времен. Прямо вот в доме, там он на первом этаже живет там, вскрыл пол, захотел, чтобы у него небольшой погребок там был, взялся копать и... То есть такое можно? Да, это конкретно, просто люди рассказывали об этом. Старожил этих домов, когда раскопки у нас... То есть подвалов привычном нам понимании, как бы вот, общий подвал для всех, то есть вот такой... Деревянных бараках подвалы копал каждый по мере своих возможностей и так далее. Само собой грунт куда? Он высыпался наружу, опять же, нарастал культурный слой. Так что в старой части там можно найти еще много чего. Подходим к Таштыку, наверное, да? То есть Таштыкский памятник. Дело в том, что мы когда говорили о Красном Абакане, мы так или иначе заторнули вот этот замечательный гуннский дворец, да? То есть дворец Лилина, так называемый. И как раз вот это, наверное, эпоха, да? То есть это вот эпоха, наверное, формирования как раз начальной, позднего Тагара, да? То есть сначала... То есть здесь как бы мы говорили о том, что дата такая плавающая, условная, потому что версий уже так достаточно много о том, кто жил в этом дворце, как там, собственно говоря, в каком году он там был построен и так далее. То есть какой архитектуры и так далее. То есть моментов много. То есть, ну, гуннский дворец он есть так. Допустим, тоже в Одесском называется в этом своде памятник, как китайский дворец. Кому какая версия ближе, да? То есть вот. Упоминали. Кстати, вот не встречал такую интересную версию, по-моему, у Леонида Романовича Козласова в книге гуннский дворец, я вот просто вот тут, для меня это... Вот, смотрите, да, существует дворец в окрестностях Абакана, ну, пусть там всего Чапаева и так далее, то есть там всё равно в окрестностях Абакана. Существует дворец, дворцовое здание, дворцовой комплекс, да, какой-то вот рядом, как мы говорили, явно поселение, да, то есть там внесено какой-то стеной и так далее. Судя по версиям, мог жить гуннский наместник, могла жить китайская принцесса, там, кто-то ещё, кто-то ещё. Вопрос в чём? А вот они куда потом делись? Куда-куда они делись? То есть уехали куда-то там, вернулись там в родные места или остались здесь, ну, я имею в виду образно, что где-то их усыпальницы должны быть, да, то есть... У Леонида Романовича очень интересная такая, немножко романтизированная, может быть, есть версия о том, что в своё время, по-моему, в начале 20-го века, мне потом просто в Минусинском музее воочию видел вот эту вот голову, она как бы по каталогам окуневского искусства проходит как голова лося, то есть какое-то такое скульптурное какое-то изображение, вот. Ну, Леонида Романович рассмотрел там пуздечку, то есть такая вот... Почитайте, если вы пропустили этот момент, не читая эту книжку «Гунский дворец на Нисее», и там такая есть гипотеза, что, возможно, это была надмогильная скульптура лошади там на могиле Лилина, то есть опять же, возникнет гипотеза теория, мы не призываем искать эту могилу, да, то есть если бы она была, то её нашли бы за это время, да, то есть, но само по себе тоже вот интересно. И вот масса моментов, масса таких крючочков, которые заставляют нас перелистывать туда-обратно историю Абакана. Вот Таштык такая эпоха, то есть на самом деле получается, что мы говорили о том, что Карасутских памятников много, Тагарских памятников много. Вот Таштык, Таштык, он... Я так понимаю, что, как говорил, по-моему, автор, да, раскопок, так правильно называется, руководитель экспедиции, да, Петр Борисович Мзараков, это один из самых крупных склепов, который был там. Вообще раскопан на территории Хакасии. Это не... Ну, он очень крупный склеп был, да. Ещё там уникально было то, что новая методика была раскопок, связанная как раз со спецификой, именно что нужно было срочно подготовить котлован, копали зимой с 2014 на 2015 год, и это позволило сохранить то, что обычно разрушаются, деревянные вещи, деревянные сгоревшие вещи. Ну, тут как бы я лишь могу комментировать, потому что я не автор раскопок, просто участвовал в них. Ну, глазами очевидцев. Да. Как бы я вот тоже довелось там побывать, мы снимали один или два сюжета для новостей. Вот, я то, что видел, как бы... Ну, всё-таки я повторюсь, то есть у тебя там был всего два раза. Ты, по-моему, там работал вообще плотно достаточно. Да, довольно плотно чертежи вел и так далее и тому подобное. Да, склеп уникальный. Во-первых, конструкция склепа уникальная. Как таково в литературе очень мало упоминаний именно про вот такие вещи. И говорю, опять же, повезло, что дело было зимой, и что не всё так рассыхалось на солнце, а рассыпалось, как обычно. Это случается на раскопках. И поэтому удалось очень много деталей обнаружить, которые раньше, может быть, просто не замечали, торопились, спешка, но разрушалась там, рассыпалась. Тут обнаружили, что, получается, склеп был не просто, как бы, ну, обычно, как считаем, что такое склеп. Это яма, выкопанная землей, большой котлован. Этот котлован сооружался в нём внутри какой-то сруб. Внутри срубы какие-то там палати были, какие-то доски были положены или брёвна были положены. В этих палатях в два-три яруса лежали погребённые. Это так вот, вообще-то, сверху перекрыто было, опять же, брёвнами и засыпано камнями. Здесь получилось так, что, конечно, часть склепа спасти не удалось, вход. Часть очень интересная, но уже что досталось, что досталось, как говорится. Что склеп выступал довольно сильно наружу, получается. То есть, получается, что это не подземная большая часть? Это скорее да. Подземная, да? Да, получается, по классификации это полуземлянка. Полуземлянка это то, что полуземлянка полностью закрыта, подземлянка не выступает, там буквально небольшой холмик, а полуземлянка, когда часть конструкции выступает над землёй. И причем, опять же, по версии авторов раскопок, довольно высоко выступала, где-то минимум на 0,7-0,8 метра. И внутри тоже яма довольно глубокая была. И вот эти как раз, эта деревянная конструкция, находящаяся внутри склепа, она скорее была не срубом, а скорее была какой-то подпоркой для стен сложных из плетника, из плетника. Собственно, стены были довольно массивные. Плетняк А снаружи, но облицованный был более мелким. Ну, как сейчас тоже, так называемая финишная шпаклевка, там прочее-прочее идет. И потом еще снаружи, вот эти мелкие камушки, они еще были затерты глиной. Ярко-розовой такой глиной. И получается, что издалека склеп смотрелся довольно-таки приятно. То есть какая-то конструкция аккуратно сделана в форме высеченной пирамиды. И облицована розовая глина, то есть издалека, особенно в закатных лучах солнца, на берегу. Тогда, видимо, еще это было протока Абакана. То есть, ну, смотрелось очень здорово. Вот, кстати, самое интересное, сейчас ты про это сказал, я вспомнил. Андрей Юрьевич Гутлиб рассказывал про царские курганы Хакасии, то есть скирская эпоха, тагарская культура. Он говорил о том, что вот эти пирамидальные насыпи борсучего лога, возможно, даже садбэкского кургана тоже были облицованы с описью. То есть они как бы вот в лучах закатного солнца, да, рассветного солнца, они были, собственно говоря, пылающими какими-то, действительно, тоже высеченными пирамидами. То есть видим преемственность между культурами, да, какой-то такой определенный. Да. Другая технология строительства, но какой-то элемент подражания, то есть мы здесь, мы свои. Да. Вот даже если немножко как бы отлечься и вернуться к Гуннскому дворцу, то понятие гуннский, китайский здесь настолько условно, что просто как бы вот, ну, только черепица с хирургами и все. Здесь опять же вот момент такой замечательный, специфический. Может быть, мы об этом говорили, но, может быть, такой акцент не делали. Дело в том, что когда его обнаружили в 1940 году, да, то есть первое, что бросилось в глаза, естественно, на чем заакцентировали внимание, это обломки, вернее, вот это вот концевые диски черепицы с китайскими рубриками. То есть вот все, то есть позднее там говорилось и писалось о том, что китайский язык был в ту пору языком международного общения, то есть так же, как, допустим, там английский на каком-то этапе, да, то есть там что-то еще латинский, там, не знаю. Латинский, французский язык. То есть вот момент, то есть дипломатическая переписка и так далее, то есть не обязательно гунны, допустим, знали китайский, они просто были люди, которые вот какие-то моменты эти соблюдали. Потому что, опять же, китайские зеркала у нас, да, вот в коллекции, допустим, наших музеев есть китайские зеркала. То есть не факт, что эти вот просто знали, что там написано. У нас даже зеркало из там тысяча осени, которые, которые дарили китайскому императору в день рождения, специально изготавливали там, кто красивее, симпатичнее, лучшее, изящнее сделает. То есть вот в качестве какого-то подарка там дипломатического он оказался здесь. То есть китайский дом, да, то есть первая версия китайский дом, китайский дворец. Дальнейшее, скажем так, прочтение истории выяснилось, что китайцы здесь могли оказаться только, ну, может быть, в качестве кого-то, ну, пленных, да, то есть то же самое, Лилиин, допустим, да. Китайцы-то он китайцы, но он находился на службе у гунов, которые для него этот дворец построили. И опять же, здесь, и опять же, и опять же, такие политические такие моменты, да, то есть когда вот эти все территориальные споры с Китайской Народной Республикой, где чья граница, где чья территория, ну, зачем нам лишний китайский дворец, когда его можно назвать гуннским. Вот, тем более, что гунны — это условно народ, который какую-то территориальную, территориальных альбийцев уже, собственно говоря, не имеет. Вот, ну, то есть так или это или иначе, ну, да, то есть слава правде. То есть вот это во многом условное наименование, то есть кому как удобнее, потому что, я говорю, что книги буквально выпущены вот параллельно, буквально очень близко, то есть Эльги Борисовны Водецкой, там Китайский дворец, буквально книга Леонида Романовича Квизласова, Гуннский дворец, вот, то есть кому какая версия ближе, то есть, да, слава, я тебя перебил. То есть ты хотел по архитектуре немножко сказать, которая тут глубоко местная, судя по всему. Возьмем простейшее положение. Китайские дворцы делались из бревен. Здесь бревенка таковых, только подпорки. Затем... Колонны. Да, колонны, которые подпирали крышу. Да и сама, собственно, форма кровли, она, ну, не сильно похожа на китайскую. Поэтому... Здесь, наверное, может быть, даже при реконструкции, может быть, какой-то, в какой-то мере сыграл вот этот шаблон. То есть попытка, вот, ну, собственно говоря, мы, по крайней мере, сколько, несколько версий знаем, да, то есть вот этих реконструкций уже на сегодняшний день. Ну, так или иначе, вот он шаблонный, как бы, навеянный образ, то есть вот этот вот сразу крыш, то есть пагоды, что-то такое, попытка внести. На самом деле, все проще, может быть, и не так. Так вот, как раз, если говорить об архитектуре, погребальная архитектура, она как раз говорит о том, что здесь были очень хорошие местные традиции. Эти традиции, они вот как раз во многом использовались не только в погребальных памятниках, но и памятниках жилых. Почему? Потому что погребальная традиция – это остатки чего-то традиционного, которое было в реальной жизни. Ну, может быть, 200, 300. Дом мертвых. Да, дом мертвых, но почему-то же строился по каким-то критериям. И поэтому, когда мы говорим, что это, скажем, китайский дворец, то здесь очень сложно говорить именно, насколько он китайский. Скорее, вот, как сейчас используется. Вот, скажем, строим мы дом, нет местного материала какого-то, скажем, черепицы, мы ее закупаем где? Как-то в то время, скажем, привезли из Китая. Но, опять же, мне кажется, что делали все-таки ее здесь, черепицу, просто специалисты китайские приезжали. Потому что в то время такой объем черепицы везде из Китая, как бы проще было там 5-6 человек там собрать, загрузить на телеку, отвезти сюда. Знаете, вот этот момент с черепицей очень сильно вызывает вопросы. Я многим специалистам задавал, коллегам, никто так мне и не ответил. У меня возникает вопрос, состав этой черепицы, да, то есть по описаниям, она звонкая, прочная, то есть трудно ее разбить. Еще наплохо промокает. Могло, через несколько столетий мы находим каргызские вазы. Да. Точно, вот, практически, вот, такое ощущение, что из одного месторождения глина, традиция, опять же, непонятно, откуда у нас гончарные вазы берутся, да, то есть на фоне лепной посуды гончарные вазы изготовлены на круге, то есть подтверждение, это шип, который над ней есть, то есть его вращали, то есть формировали, вот, вазу обжигали, получалось вот, 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 черепица, которая на рубеже эр, да, то есть там первый век до нашей эры или первый век нашей эры, и, условно говоря, седьмое-восьмое века нашей эры, то есть где-то эта традиция, она вот, ну, как-то вот, черепица, и кыргызские вазы, то есть, и опять же, вопрос, когда вазы обсуждали, вопрос происхождения кыргызских ваз, да, то есть была такая версия, рассматривалось, что их откуда-то там привозили, там, могли из Монголии, откуда-то там, из Китая, что-то такое, но вопрос-то встал, как, как через горные тропы перевести такое количество ваз, чтобы... Так что, вот, я, в принципе, с тобой согласен, это местное производство, только, вот, интересно, как, как, вот... Да, вопрос, на самом деле... Чем больше, тем больше, тем больше мы знаем, тем меньше... Вопрос подается решение очень легко. Почему? Потому что, во-первых, это стандартная глубинная глина, аргелитовая, в ЭКСе ее много, она есть, никуда она не делась. То есть, когда железе стоило, как мне говорили, да, то есть... Аргелитовая глина, это белая глина, они есть на угольных карьерах, довольно, ну, метров на четыре. То есть, не имею в виду большую редкость, на самом деле, да? Их много в Хакасии. Это вот угольный разрез в Восточном Бийске, бывший Челпан, там очень много этой глины. На Языкском угольном разрезе этой глины очень много. Прямо, просто мне довелось общаться с специалистами, с геологами, которые как раз изучали вопрос использования этой глины именно в производстве кирпича. Они объяснили, что вот именно эта глина, она как бы для кирпича не пойдет, но для керамики она очень хороша. То есть, она очень плотная, чистая, и можно ее еще больше очищать, и получается замечательная черепица. Или, скажем, замечательная посуда. Но в чем дело? Я уже как бы намекал, что есть еще находка этой черепицы, возле Абакана, на Согре. И почему бы не предположить, что какой-то центр находился прямо где-то здесь. Жили специалисты, возможно, с Китая привезенные. То есть, ну как сейчас называться, фриленсеры. То есть, их арендовали, договорились. Ну как бы, в то время это немножко не так делать, как сейчас, скорее всего, просто на какую-то тележку сгрузили их. Взяли они определенный инструмент с собой нужный, и свои знания в голове, и поехали сюда. Ну, как раз самая первая версия была, что построен при участии руками китайских специалистов, но из местного сырья, в местных условиях. То есть, не сами, скажем так, китайцы, может быть, какое-то население, которое близко, скажем так, к культуре, близко к культуре Китая, которые какие-то традиции какие-то... Дворец строился явно по местным канонам. Тем более, мы знаем прекрасно, что у нас здесь, по крайней мере, до Хакассии доходила северная ветка шелкового пути, великого шелкового пути. То есть, в принципе, тоже, как говорят, да? Дворец строился по местным канонам, там китайского, говорю, только черепица, по большому счету. Почему? Потому что вот именно постройка из так называемого пахса, из глины, это местная традиция. Она уже известная, по раскопкам поселения она известная. Поэтому здесь китайского ничего нету. То есть, я говорю, если специалистов были, то их было не так много, и занимались в основном, скорее всего, именно черепицей. То есть, это была узкоспециализированная какая-то, может быть, организация, какая-то колония, может быть, которые жили тем, что занимались производством черепицы. Я не удивлюсь, если мы в Хакассии эту черепицу увидим еще ни в одном, ни в двух, ни в трех местах. И, возможно, этот гонский товарищ просто оказывается какой-то летней резиденцией, по сравнению с тем, что мы потом найдем. Это так вот просто, за травку делаю небольшую. Если действительно выяснится, что черепица сделала здесь, а к тому все вроде как уже идет. Но это пока только предположение, то есть, пока фактов нет. Мы не философы, пока фактов нет, пока можем только сказать, ну, возможно, такое и есть. Тогда выяснится совершенно другое направление в развитии истории Хакассии. Именно как раз в убежа нашей эры. И как раз именно этой эпохи таштекской, про которую мы сегодня, Алексей, говорим. И что еще интересно, что действительно сталкиваются разные традиции. Я почему говорю разные? Потому что в таштекское время как раз появилась эта идея горизонтальных выкладок из песчаника, из плетника. Почему? Потому что, скажем, вот на поселениях, которые я изучал, в тагарское время, то есть именно классика тагарских поселений, там плетняк вертикально выложен. Это как границы небольшие, облицовка именно пахтовых земляных стен. А в таштыкское время появляется, ну, я не говорю, в таштыкское условно, я говорю, на сарматское время, появляется новая идея, чтобы основание стен не размывалось, им делать небольшую как бы выкладку, которая существовала в Хакассии до середины 20 века, эта идея существовала. Даже, может быть, и позже существовала. То есть нижнюю часть стены выкладывали не из какого-то рыхлого материала, а именно из плетника. Ну, возьмем те же классические фундаменты. Тоже Национальный банк возьмем. Это все из плетника делось. То слегка, просто в то время слегка поднималось, как будто эта часть идеи поднималась. То есть это, ну, скажем, в 30, 40, 50 над землей поднималась эта кладка горизонтальная. И сверху дальше уже могли либо паксовые, либо деревянные стены, либо из саманного кипяча делать, как у нас известно по другим конструкциям. И эта идея настолько прижилась в Хакассии, что я нашел один сарай, ну, так, примерно датированный, наверное, середина 20 века. Я когда фотографию показал Леонида Романовича Козласова, просто говорю, Леонид Романович, что по-вашему это такое? То есть без комментариев. Он говорит, где нашел? Это что средневековое? Леонид Романович, не средневековое. А где? Я говорю, ну, там и там далеко отсюда. И получается, что вот эта идея этих вот построек на фундаментах, на плетниковых, я почему об этом говорю, что как бы вот мы возвращаемся снова к Абакану-8. Она существовала и в Хакассии, ну, по крайней мере, и с рубежа нашей эры точно. И настолько оказалась удачной для наших мест, что она вот дожила до середины 20 века. Когда, в принципе, и сейчас, когда гаражи строят те же из наливного, скажем, какого-то материала, типа вот шлакобетон, там прочее, прочее, очень часто, если возможность есть, обычно не из бетонного фундамента делают, а из плетника, потому что он все-таки более к этим местам приспособлен. То есть, получается, что и вот эта идея как раз о том, что я начал говорить, почему логично, потому что она возвращается, что именно чтобы склеп не разрушился, чтобы он долго существовал, его как раз и облицовку делали именно из плетника. Возможно, плетняк на себе держал и в основную нагрузку, как бы вот эта крыша и прочее, прочее. Потому что внутри, ну, были бревна, да, бревен был. Ну, если бы действительно этот плетняк просто повисал на этих бревнах своим весом, он бы просто сломал бы эту конструкцию. Служилась бы. Да. А вот эта идея о том, что как раз контакт с агрессивной средой, то есть влажная земля, дождь, внешняя среда, он должен быть усилен плетником. Вот так вот плавно возвращаемся именно как раз к раскопкам. А вот смотри, многие реконструкции, то есть я так сталкивался, как раз Анзор наш работал в экспедиции на Черном озере. Там они копали склеп с Юрием Витальевичем Терриным. Вот. И там была попытка восстановить вот эту самую разрушенную стену. То есть, в принципе, как бы что вот собой представляет склеп, да, Таштыкский склеп, то есть перед началом раскопок. То есть огромная россыпь плит, плетника, то есть, ну, просто бесформенная. Вот. Вот то, о чем говорит Слава, да, то есть момент в чем, когда в период раскопок начинаешь что-то убирать, все лишнее, тогда как бы вырисовывается определенная как бы вот ограда, как я условно называю, стена, да, то есть вот. Если эту стенку собрать, ну, она достаточно высокая получается, то есть не сказать, что там прям вот, ну, как-то иногда бывает более метра. Вот. И что как-то в чем, как бы вот я просто ограду-то смотрел, и вот теперь у меня как бы сложились все моменты, все нюансы. То есть получается, что это не просто ограда какая-то там без ничего. Это была вот, видимо, скажем так, стенка крепида, да, то есть вокруг деревянного сруба, который мог, в принципе, не весь там находиться, а как-то выходить на поверхность. Да, и вот опять же вернемся к раскопкам 14-15 года, чем они интересны. На Черном озере копали летом, и там некоторые нюансы, скажем, как глиняная облицовка просто могла не сохраниться. Дождями размыло там, рассохло все оно, а вот этот случай уникальный, что зимой как раз вот потихоньку земля оттаивала. В условиях вечной мерзлоты. Да, земля потихоньку оттаивала, и можно было хорошо отсечь именно вот насыпную землю и облицовку. В этом уникальность раскопок этих. Возможно, там был склеп также на Черном озере сражен по такому же принципу, как и здесь. Возможно, просто за счет специфики раскопок, что там вот так, а здесь так вот, мы не все можем поймать. И опять же, да, как археолог, он как скульптор, отсекает все лишнее и находит именно этот вот зернок, который сохранился. Это очень интересно было, да. Еще интересна была ситуация, я очень долго над ней думал, вспоминая опять же раскопки Липского, в Абакане 8 поразило то, что на огромный склеп, в котором много было кукол, в том числе, то есть погребальных кукол, это сожженные люди, то есть пепел сжигали, тело сжигали, пепел собирали в мешочек, мешочек выкладывал специально, как бы сделанную куклу, было очень мало масок. А если какие-то маски попадались, не попадались во фрагментах, и очень часто не было лицевой части, то есть бока были, уши, скажем, были, макушка была, шея попадалась иногда, а вот именно лиц было очень мало. Если попадались лицевые маски, то они были разрушены, видимо, еще в то время, то есть ее, видимо, грабители пытались взять, она развалилась, поэтому бросили ее. И вот возникает, как бы, разговор о том, что Липский предположил, что маски, которые были им раскопаны, как раз вот из Национального банка, так называемого Курганчику банка, он предположил такую идею, выдвинул, что не всегда маски совпадают антробиологически с черепом погребенного человека. Там специально Депица занимался реконструкцией всего этого. И получилось так, что вот он как бы предложил эту идею, ну, как бы идея такая немножко была непонятная, что каким-то образом в загробный мир человек должен был в другом облике прийти. А вот сейчас, когда начинаешь анализировать эти раскопки, то начинаешь понимать, что, скорее всего, просто маски были украдены с этого склепа. Они, возможно, были дорогие очень, потому что склеп был просто вычищен под нуль. Находок было очень мало, даже горшков практически было, очень немного было найдено. Вот эти, как бы, грунтовые могилы, которые вокруг находились, возможно, это население уже потихоньку залазило в склеп и тащило не просто какие-то металлические вещи, тащило все, даже маски. Потому что Липске тоже понимает, что некоторые маски были со следами ремонта, с накладкой новых каких-то слоев, там, с какой-то подклейкой, там, чего-то. И получается, что, возможно, эти маски на погребенных, потому не совпадали, портрет погребенного, то есть реконструкция, и, собственно, маска, что маски были не из этого человека взяты. Вот такая у меня возникла идея. Это такие случаи, кстати, не редкость, на самом деле. Потому что на огромных склеп, красиво построены, очень богатые, скорее всего. Потому что даже по фрагментам золотой фольги и фигурка оленя, как бы, со следами позолоты, можно сказать, что находок было очень бы много, если бы склеп не был ограбленный. Но, возможно, уже в то время, таштегская эпоха длила довольно долго, можно предположить, что уже в то время грабили настолько плотно, что грабили все. Слушай, а следы сожжения? Сожжение? На масках я не находил. Ну, я эти маски, честно говоря, не видел, которые раскапывал длипки. Мы же знаем прекрасно, что такая была, ну, как бы, вот, реконструируемый обряд погребения в этих таштегских склепах. То есть, в общем, принято считать, что после того, как склеп был использован, то есть, совершены все необходимые погребения запланированы. Склеп устраивали внутри склепа постер, то есть, поджигали. И тут же, собственно говоря, запечатывали, забрасывали землю и так далее. То есть, в некоторых случаях был такой момент, эффект такой, да, то есть, вот этого, внутри вот этого горения без доступа кислорода. И внутри вещи, они обугливались, превращались, собственно говоря, в такой уголь, наверное, древесный, да, то есть, благодаря чему много у нас находок интересных сохранилось. Опять же, те же самые плаки, плакетки деревянные, там, скульптуры оленей из сырского чатаса, другие вещи. А здесь следы сожжения прослеживались? Да, склеп был сожжен, но вопрос в другом, когда он был сожжен. И сколько времени он стоял, он же не был закрыт на замок. То есть, возможно, он стоял там и 100, и 200, потому что столько умерших-то положить в него тоже было довольно сложно. Скажем, возьмем, что это был не какой-то там, скажем, деревенский, по ГОСТ, а что это был какой-то семейный склеп. Вот там что-то порядка... Родовой, наверное. Да, родовой склеп. То есть, около 20 персон, они не могли, скажем, в 4-5 лет умереть все. То есть, возможно, существовало довольно долго. И, возможно, он как бы стоял открытым. То есть, приходили люди, скажем, родственники принесли там, куклу положили. А что потом дальше, это другой вопрос, потому что мы уже говорили о ритуальном ограблении. Возможно, это и родственники приходили, то есть, брали маски. Возможно, какие-то люди, которые жили рядом, но финансово не могли позволить себе совершить обряд по полной программе. Ну, возьмем, скажем, тоже Индию современную. Вот, скажем, денег нет. Но сжечь человека надо. Положили бревна. Бревна очень дорогие. Подожгли. Слегка тело где-то там обгорело, не обгорело. Быстренько заливают все это водой. Бревна собирают, уносят дальше куда-то, а тело, как есть, так и кидают в Ганкову. Или вынь. все обряды, условные черты обряда соблюдены. Но опять же, смотри, опять же, раз мы коснулись масок, опять же, возникает вопрос, да, вот с этими масками. Ведь, если посмотреть, это же настоящее произведение искусства. Опять же, то есть, возникает вопрос, что это вот не просто там художник-самоучка, определенные каноны, определенные, причем они как бы не индивидуальны, то есть, нет двух абсолютно похожих масок. То есть, понятно, что это какие-то престижные вещи. То есть, опять же, кто-то этим занимался на определенном этапе, да, то есть, из глины, ой, из гипса делал вот эти маски. То есть, понятно, что какая-то там традиция прослеживается, вот из глиняных там голов, обмазки там, черепов, и там чего-то, там попыток моделирования. И доходим до произведения искусства, которое просто в музее смотришь, да, вот такие. Опять же, так, вопрос о том, кто делал черепицу, да, вазы. Да, ну, уточню, что это не гипсы, так называемая каолиновая глина. Альберт Николаевич Липский в свое время производил специальное, как бы, исследование по этому поводу, обращался к специалистам. Это местная каолиновая глина. То есть, тут сразу отсекаем все эти гипсы, которые, как бы, были в то время, были, конечно, но их не так использовали, не так сильно использовали. Но опять же, скажем, вот я почему говорю, что эта традиция, да, дорого, богата, но потом в какой-то момент, видимо, может быть, этот рот просто ослабел. Что-то еще. То есть, настолько ослабел, что они не могли просто очистить своих умерших от этого обряда ограбления. Но опять же, рот еще не вымер, и скреп еще не сгорел. Возможно, в какой-то момент, просто как бы, они пришли к выводу, что уже пора сжигать. То есть, он стоял довольно долго, и, видимо, стоял свободно открытый, поэтому... Ну, как открытый? В смысле, доступ был свободным. То есть, как какие-то, не знаю, двери там все равно какие-то были, там, бороться, не знаю. Да, к сожалению, что вот сейчас и не сохранилось. К вопросу о том, что насколько как бы забывали они своих умерших, это как раз раскопки Александра Ивановича поселяли на Белом Яре. Огромный комплекс поминальных сооружений, так называемых поминов. Ну, как ответим, как-то настойчиво идет. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. А зачем нам ограбление-то нужно? Надо от этого аккуратно претерпеть, что ли всего этого у вас не будет. И не проезжай, Герой, спасибо большое. Ограбление штук такая. Разные теории, насколько помню, нам на лекциях рассказывали, да, то есть, вспомните, разные сказки, то есть, меч-кладениц, там, света, собственно говоря, добытый, там, где-то там что-то еще, то есть, разные. Волшебная лампа ладина. Да, то есть, вещь побывала на том свете, значит, магическими силами, свойствами, собственно говоря, получила какие-то магические свойства, что-то еще, какие-то моменты, опять же, утилитарные, то есть, ну, не гоже разбрасываться тоже самое, бронзой и какими-то еще вещами, да, то есть, определенные черты, скажем так, как бы традиции обрядности соблюдены, значит, можно вещи вернуть обратно, дальше будет использоваться. То есть, ну, масса вариантов, здесь как бы, в зависимости от ситуации, здесь каждую ситуацию, на самом деле, не бывает универсального сценария, каждый склеп, таштыкский, там, не знаю, тагарский, тисинский, его нужно прочитывать в определенном контексте, то есть, отдельно, зная какую-то общую канву, то есть, общий, выстроить какой-то общий обряд, но, в данном случае, всегда чего-то, какая-то, бывает вообще, на самом деле, по-моему, у Тетерина и Мечко, да, Олег Андреевича, Юрий Ильтальевича, на Маркелово-Мысу, это, на севере, получается, ну, практически Красноярский край, и там вообще пустые склепы раскопали, собственно говоря, там даже, ну, построили, сожгли и засыпали, чего, зачем, почему, такие, то есть, ситуации разные бывают, и возвращаемся. Так вот, как раз к вопросу, о том, как люди относились к умершим, это как раз, во-первых, ну, впервые, я так понимаю, что Михаил Петрович Грязнов, обнажившие памятники, так называемые, поминальники, затем очень большие раскопки Александра Ивановича Поселянина, на Белом Яре, когда тоже огромный комплекс поминальных памятников был, и поминальные памятники попадали в том числе и как раз на Абакане-8. В 2005 году я обнаружил именно такой поминальный памятник, недалеко от Тагарского кургана, но там, вероятно, что просто, как бы, они просто случайно совпадали вместе, хотя, может быть, просто каким-то образом они еще используют этот курган, но это сейчас расскажу более подробно. Дело в том, что во многих религиях, в том числе и в местных шаманистских верованиях есть понимание о том, что под землей живут умершие люди, то есть души умерших людей живут, и поэтому, когда нужно какой-то, войти в какой-то контакт с душами умерших людей, скажем, нужно передать им, либо покормить, это очень такой ритуал серьезный, кормление до сих пор существует во многих, как бы, верованиях, и считающихся возможно языческим, но до сих пор, вспомните, на кладбище люди идут, даже православные, даже современные люди, они все равно что-нибудь донесут своим родственникам, это вот пережитки древнего ритуала, раньше несли гораздо больше, скажу так, несли довольно много мяса барана, определенные кусочки как бы тела, то есть тушки барана, это Александр Иванович тут специалист, даже вот конкурировать не буду, он там их выделил по костям смог определить, да, что конкретно любили умершие люди, целое серьезное исследование, да, что конкретно любили умершие люди, отсылаем к автору, да, публикации есть, поэтому трогать не будем эту тему, так вот, и такой же упоминальный был обнаружен мною на Абакане в 8, в 2005 году, интересно то, что еще Михаил Петрович Греснов выяснил, что памятник этот был очень интересный, и на то, что он копал под горой Тепсей, там поминальники были обозначены вертикальным вкопанным камнем, то есть, видимо, какая-то связь важна была, что вот копали, не просто ямку уложили в неопределенные кости, точнее мясо барана, посуду определенную ставили с пищей, видим, какой-то жидкой, либо какими-то кашами, но сверху еще небольшой, типа обелиска ставили, что вот видите, вот мы здесь покормили своего умершего, обычно вокруг склепа все это располагалось, но тогда еще в пятом году, я еще не знал, что там буквально в 20 метрах от этого места находится как раз вот огромный склеп, я копал как есть, и мне интересно было то, что как раз в курган, который я копал, Тагарский, как я уже рассказывал, где был похоронен воин, погибший в бою, над бревнами сверху лежали плиты песчаника, и вот одну из этих плит, таштыксы, когда построили свой поминальник, они приподняли и сделали с ними обелиск, прямо на кургане, то есть возможно они какую-то выкладку увидели, не смогли атрибутировать, ну выкладка из камней, возможно какой-то наш родственник, ну и раз мы своего родственника поминаем, мы эту плитку поднимем, переиспользуем, и пусть она стоит как обелиск, потому что она довольно хорошо выступала, и получается, что до определенного момента люди именно заботились о своих умерших, но когда этот момент заканчивается, непонятно, потому что может быть, скажем, через год, через какое-то время, совершив обряд кормления умершего, они может быть просто про него забывали, а это одна из версий, ну то же самое, что сейчас, какое-то время, как бы скажем, бесхозное погребение на кладбище просто выкапывается и совершает новое погребение, так и возможно и там было, то есть до какого-то времени душа человека жила с его родственниками в этом мире, а затем она уже после определенного обряда кормления, скажем, окончательно уходила в другой мир, то есть скажем, если что-то не хватало, там возможно, какие-то через шаманские, там какие-то камлане, там душа сообщала, чего не хватает, там что она хотела бы именно скушать там перед тем, какой-то другой мир, это лишь предположение, но очень интересное, потому что в этой массовой поминальной памятнике возможно часть этих просто не сохранилась, потому что там все-таки стройка была на территории Абакана 8, но они существуют, вот это интересно, и там получается, что опять же, как мы говорили, преемственность поколений, начало древней макилы, скажем, Карасокского времени, затем Тагарское время, на Абакане 7, скажем, тоже Тагарское, там рядом могильное буквально есть, и получается, что вот на этом могильном поле, рубежа, где-то, ну, раннего Железного века, пришло новое население, которое считало, что они преемники этой эпохи, они начали строить по канонам местным дома из паксовых, как бы, из паксовой глины, конечно, появились новшества, типа черепицы, и прочее, прочее, там какие-то вещи, железные вещи, первым делом появились, кованые железные вещи появились, но они, как бы, вот держались именно за вот это могильное поле, то есть считали, что вот наши родственники, наши предки здесь похоронены, значит, мы на этом месте тоже хороним, соорудили, в том числе, и большой склеп, возможно, на территории, вот у Кургана был сооружен, поминали своих родственников, и получается, что они каким-то образом плавно вошли вот в эту, как бы, территорию, не агрессивно, не воинственно, не уничтожая ничего предыдущего, они зашли на территорию, и жили практически, ну вот, на наших дни, там их подонки, я думаю, что живут. Ну, слушай, Слав, а вот, между прочим, Лега Борисовна, в Одесске, когда анализировала памятники, которые, вот именно таштыкские погребения, которые следованы на территории Абакана, то, что перечислял в самом начале разговора, она упоминает, что вот, собственно говоря, вот, очень много встречается на впускных, то есть, когда в насыпь Тагарского Кургана впускали, ну, собственно говоря, помещали таштыкскую могилу более позднюю. Насколько помню, даже в этом, в развалинах дворца и то таштыкская могила, впускная, как-то, каким-то образом фигурирует. То есть, опять же, не разрушали, ну, как-то, пристраивали. Да. Я думаю, что это технологически очень важно было для небогатых родственников, скажем, которых не было возможности родить там полноразмерное погребение с насыпью. Но насыпь, видимо, была очень важна. Собственно, тут выступающее постранство над землей, чтобы обозначить, что вот приподнятое над всем этим миром. И поэтому даже Гонский дворец... Ну, просто мировой горы, как говорят. Да, возможно. То есть, на самом деле, есть даже варианты, собственно говоря, прочтений вот этой архитектуры Тагарского кургана, то есть там, собственно, как-нибудь обязательно подробно про это поговорим. То есть, на самом деле, то есть, это вот верхние, там какие-то прослеживаются, то есть элементы, то есть, символика верхнего мира, там, среднего мира, нижнего мира, достаточно интересного. И штука-то в чем? Мы как раз подходим к тому, с чего мы, собственно, начали, да? То есть, мы имеем на берегу озера Игир-Убакуль, то есть, рядом с детским парком Орленок. Мы, судя по всему, имеем какой-то, ну, не сказать, протогород, но явно поселение, которое, вот, собственно говоря, то есть, к тому и идет, что в Абакан не на пустом месте возник, не в чистом поле, как бы, а вот, скажем так, давным-давно, издавна привлекал к себе людей и доказательства. Да. Я думаю, что это штекская эпоха, это первая, в принципе, городская цивилизация на территории Хакасии. И раз было какое-то производство здесь, они же не просто так здесь жили, то есть, чем-то они заинтересованы были, не только пасли скот, а чтобы построить такой склеп, это, вот, скажем, обычные рядовые пастухи, ну, когда они этим заниматься будут? Вот это, скорее всего, была какая-то огромная цивилизация, которая, когда мы начинаем там разговаривать, что это вот, да, они там пасли скот, передвигались местное место, ну, это весьма условно и весьма предварительные данные. То есть, сами-то, на самом деле, старшекская эпоха, так называемая, это много-много-много вопросов вызывает. Во-первых, как они обрабатывали дерево, да, то есть, ну, вот, не знаю, на кочевников, скотоводов. Да, возьмем тоже клад топоров, который был найден на территории Гуннского дворца. То есть, вот... Топоры большие, массивные колонны были. Маски, опять же, то есть, явно имеем какую-то вот такую, вот... это серийное производство уже. Это ремесленное производство, это городская цивилизация. То есть, кочевник, вот такой топор, такого размера, на маленьком камушке, маленьким, как на кусочке металла, там, что-то, не мог выковать. Было мощное производство. Среды, которые мы находим в разных местах. Не только Хакайси, но и юг Краснодарского края, скажем, Тепсейский бор, где огромное количество плавильн по железу. Район Толчии, где тоже плавильни по железу, огромное количество. Север Хакайси, район Шира. Там тоже огромное количество плавилин есть различных. Это была огромная цивилизация. И явно, не только себя обеспечивали тем всем. Причем, самое интересное, что, допустим, если брать, вот раз уж ты плавильни затронул, насколько цепочка была технологическая, выстроена. То есть, кто-то добывал эту руду, кто-то ее сплавлял по рекам, то есть, к месту производства, кто-то ее там дробил, кто-то плавил, кто-то в итоге из этих свитков, делал какие-то оружие, предметы, быта, украшения. То есть, у нас даже ювелирка, собственно говоря, таштыкская, то есть, она прям массу вопросов вызывает. То есть, фольга, золотая фольга. То есть, допустим, появилась раньше, но фольга золотая. Это же просто, на самом деле, как бы, вот эта вот имитация, скажем так, опять же, да, то есть, вопросов много вызывает. Вот эти вот моменты, когда вырезают из дерева скульптуру, то есть, барана там, не знаю, там, что-нибудь еще, и тонкой фольгой золотой обкладывают. То есть, на выходе вещь как будто золотая. То есть, когда она новая, она золотая. Естественно, что по прошествии двух тысячелетий мы вынимаем это из земли, там, или полутора тысячелетий, да, вынимаем это из земли, уже из засыпанных могил, да, мы видим, что, ну да, да, фольгу и так вот, фольга там, ну, как бы, тонкая, порванная и так далее. Фрагментами мы это наблюдаем. как это выглядело изначально, то есть, это, по сути дела, изготовить фольгу на коленке, ну, попробуйте, у кого получится, то есть, здесь, по сути дела, порвется сразу же, лопнет, порвется, это целая технология, это очень сложная. Я поэтому этим вопросом занимался немножко, поэтому скажу, что вот, пока не поговорил со старыми ластерами, которые действительно на коленке пытались это делать, которые знали много о таких тонкостях, которые сейчас вот со временем ювелиры просто незнакомы. Оно интересно делается, но это как бы вот тема, отдельная, большая, сложная тема там. Но опять же, вернемся к тому, что все-таки это огромное промышленное производство. И получается, что все-таки города появились где-то на рубеже нашей эры, я думаю, в Хакасии. Они, конечно, не такие, как сейчас были, не с небоскребами, но смысл был в чем, что именно это, наверное, даже, ну, может быть, города громко сказано, прото-города, может быть, да, какие-то населенные пункты. То есть, вот, кстати, вот этот момент, мы сейчас, я думаю, что мы на этом останавливаться не будем, точку ставить мы не будем, мы, наверное, это продолжим, потому что буквально вот после Абакана, который у него номер, под номером 3, вернее, у Эльги Борисовны в Одесской, то есть для себя выписал, под номером 3 у него Абакан, то есть то, что мы говорили, вот улицы, в том числе, вот как раз еще неизвестный Эльги Борисовне, вот этот могильник Абакан 8, вот этот памятник Абакан 8, четвертым номером стоит, Ташибельский Чиатас. То есть, вот, как говорится, вот тут-то, вот тут-то можно развернуться, как говорится, и поговорить, на самом деле, я предлагаю, ну, в принципе, логически, географически, мы, может быть, отойдем от центра города, мы идем в район Абаканской ТЭЦ, но все равно, это как бы тема Таштык, то есть так или иначе, то есть я думаю, что следующая тема наша будет, вот мы ее обозначили, потому что на самом деле, на материалах вот этого Ташибельского Чиатаса, мы, наверное, вот в полной мере можем поговорить, наверное, о производстве, об изделиях, да, то есть о мастерстве Таштыкцев, то есть Таштыкских мастеров, опять же, и маски, опять же, и плакетки, о которых мы так или иначе где-то что-то упоминали, то есть и погребальные предтаки, о котором мы так сегодня, так буквально вскользь рассказали, поэтому, мы, скажем так, не прощаемся, в этой теме не ставим точку, Вячеслав Александрович Минор, как я и говорил, пролетел час незаметно, вот как-то вот на этом сегодня поставим точку, продолжим рассказать. Вячеслав Александрович Минор,